Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Городской округ Люберцы, как вся страна, весь мир празднует Новый год. Продолжаются всевозможные новогодние мероприятия. И не только у нас, а по всему миру. Где-то они начинаются, где-то идут, где-то еще продолжаются. В общем, все мы находимся в таком приподнятом настроении. Это здорово, потому что очень хочется, чтобы любой праздник приносил нам много новых эмоций, приятных эмоций, семейные встречи, встречи с друзьями, с родными, близкими. И, конечно же, очень хочется еще не забывать и об атрибутах того или иного праздника. И так повелось, что Новый год – это, безусловно, не только Дед Мороз и Снегурочка, не только наш приятный, уютный дом. Или, может быть, мы куда-то выезжаем специально, чтобы нам было там уютно. Некоторые даже домик снимают где-нибудь в лесу, чтобы ощущать себя в сказке. Прежде всего, это, конечно же, елка. И вот эта вечная проблема, которая в последнее время существует. Елка настоящая или искусственная. И если настоящая, то что за елки продают? А некоторые, действительно, вооружившись топориком, как в старых добрых сказках, пойдут и срубят себе эту лесную красавицу. Вот обо всех правилах, все, что связано с лесом. У нас есть сегодня эксперт, специалист, который ответит на все мои вопросы и ваши, которые вы задаете у нас на сайте. Борис Кузнецов, директор виноградовского филиала ГКУ МОЗ «Обллес». Здравствуйте. Здравствуйте. Борис, скажите, пожалуйста, у вас написано «Лесная охрана», у вас форма. Боятся люди вообще, вы в курсе, что лесная охрана существует, что в лесу к вам может кто-то подойти и спросить, а что ты тут делаешь, что тут рубишь елку-то? Ну, бояться, не бояться, но уважать, уважают. Уважают. Вот сколько лет уже не существует, а мы знаем историю возвращения елки. Там был период во время направления Сталина, когда елка была под запретом, потом ее вернули. Сейчас без елки, в общем-то, праздник, как и не праздник. Каждый хочет себе, а очень хорошо, когда она живая. Или уж если не живая, то какие-нибудь хотя бы веточки, чтобы выложить у себя какую-нибудь экибану. Сегодня продолжают люди попытки прийти в лес и срубить елочку для себя персональную? Ну, к сожалению, продолжают. И мы с этим боремся. У нас есть целая спецоперация, называется условное название «Елочка». Мы совместно с сотрудниками правоохранительных органов, администрациями и общественниками патрулируем лесные массивы, прилегающие к населенным пунктам, к дорогам, хвойные молодняки и пресекаем эти попытки. А вообще это частое явление, потому что есть такое ощущение, что ладно, я вспоминаю время, есть «Ирония судьбы», фильм, где все это показано. И все тогда удивлялись, как этот человек выходит из автобуса, а у него тут игристые напитки, куча апельсина лежат. Это сейчас, в принципе, все мы это видим. Ну, все есть. Хочешь такую елку, есть белая елка, синяя, зеленая, искусственная. Живых елок тоже любые есть варианты, о которых вы расскажете, где и как их вырубать. Но почему до сих пор человек хочет взять топорик и пойти срубить? Это что, развлечение такое? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, это дань традиции семейной, в большинстве своем. И в этом году мы можем дать законное основание гражданам срубить самим елку. У нас есть питомники. Ближайший к нам это ульяновский питомник. Совершенно на законных основаниях человек может прийти, заплатить символическую плату, в зависимости от размера хвойного дерева, которое хочет срубить, это 300-700 рублей максимум. Даже дешевле, чем в магазине. Да, и на законном основании с ребенком торжественно может срубить эту елочку и привезти ее себе домой. То есть, правильно я понимаю, что специальный питомник, где выращиваются эти елки, оттуда, видимо, эти елки поступают и в магазины, да, в какие-то, да? Или это именно специально для личного пользования? Те елки, которые продаются в магазинах и на елочных базарах, это елки, выращенные на специальных плантациях новогодних елок. Специально для того, чтобы радовать людей. У них другой судьбы нет. То есть, это все проверено, места, где это выращивается, где делаются эти посадки, да, елочные, чтобы не нарушить, так сказать, экозону, да? Потому что вырубка, вот сколько, например, могут вырубить за раз количество деревьев для того, чтобы поставить в магазин? Я просто сейчас смотрю, в последние годы очень много елок появилось. Это же крупные плантации. Плантации новогодних елок, они действительно крупные. В принципе, сколько может быть вырублено, я затрудняюсь сказать, но потребности рынка удовлетворяются полностью. Это раз. Второй момент. Вот вы представьте, что каждый пойдет и в лесу эту елку у нас срубит. Так. Да, и что у нас останется от леса с учетом того, что все хотят себе самую красивую и самую лучшую? У нас просто лес с вами погибнет. А еще надо же тещи срубить. А еще надо тещу срубить и лапничек в соседнюю комнату и так далее, и тому подобное. Поэтому я хотел бы напомнить людям об ответственности за несанкционирование. Да, что будет за то, что если человек срубит елку, он не санкционирует. Тут стоит задуматься, потому что если человека поймают, и на него будет составлен протокол об несанкционированном правонарушении, то на физическое лицо, если он придет на питомник и по закону выпишет себе елочку, это 300-700 рублей, то штраф за незаконную, скажем так, вырубку хвойных насаждений в период новогодних праздников у нас составляет от 3000 рублей на физическое лицо и от 200 на юридическое лицо. Кроме этого... 200 тысяч? Да, рублей. Кроме этого, в обязательном порядке компенсация ущерба. Ущерб считается, исходя из размера дерева, который он срубил. И при этом надо учесть, что если у нас ущерб свыше 5000 рублей, то гражданину полагается уголовная ответственность, и мы передаем материалы в правоохранительные органы. То есть все может закончиться очень серьезно? Все может закончиться, и такие случаи, они не массовые, но, к сожалению, они у нас бывали. Но это даже где-то, как вам сказать, такой сарказм появляется. А за что сидишь? За елочку? Ну, да, к сожалению, были такие случаи. Скажите, ну а как это происходит? Теперь давайте вашу... Я понимаю, что будем сейчас раскрывать все подробности вашей работы, но вы прекрасно понимаете, что 10 программ таких сделаем с вами, все равно кто-то пойдет. Как эти рейды проходят? Вы где-то знаете, где особые елки растут? Или эти люди, которые пойдут ее рубить, они знают, где такие елки растут? Мы понимаем, во-первых, у нас есть понимание, где есть у нас хвойные молодняки. Ну, человек пойдет туда, во-первых, где хорошие подъездные пути. Ну, чтобы сразу... Да, чтобы сразу загрузить. Во-вторых, где или где рядом он живет, то есть рядом населенный пункт. И хвойные молодняки, и, скажем так, где под пологом соснового леса растет елочка, у нас на усиленном контроле. Мы их патрулируем непрерывно. У нас есть графика, согласованная с правоохранителями, органами, с ОВД, с администрациями районными. И у нас есть целый институт общественных лесных инспекторов, которые нам помогают. Да, у нас и казаки на лошадях у нас помогают патрулировать. Я никогда бы не подумал, что так. Я думал, что до сих пор под шумок может так пойти тихонечко. Не в том смысле, что я хожу. Я вообще давно на искусственном. К сожалению, под шумок тихонечко бывают такие случаи. Но вот с начала этого сезона у нас операция стартовала 16-го, у нас есть уже 5 нарушителей. Мы поймали их, штрафовали. А вот ту елку, которую они попытались вывезти, вы им все-таки ее отдаете? У нас есть добрая традиция. Мы ее отдаем, как правило, в дошкольные и школьные. А, то есть вы все-таки изымаете ее? То есть чека не елки, а еще и денег заплатили. Хорошо. Ну а вот по поводу, то есть вы говорите, загрузил. То есть вы можете его еще поймать во время перевозки, да, из леса? Во время перевозки мы устраиваем на проверку документов совместно с правоохранительными органами на местах пересечения дорог. А как вы видите, что это елка именно ваша? Может, он ее везет там, я не знаю. Мы останавливаем, сотрудники полиции останавливают, проверяют документы. Есть определенные документы, которые должны давать либо елочные базары, либо магазины. А он сказал, что я выбросил чек. Не поможет. Не поможет. Не поможет. А, то есть надо всегда иметь преследование. Да, чтобы не было никаких... Это может... Мы, сотрудники полиции, в таких случаях задерживают. Потом начинается выяснение, расследование. Если человек потом докажет, найдет свидетелей или... А, ну то есть шанс у него все-таки есть, да. Да, что он купил. Да, чтобы тут тоже не попасть в такое... Да, если никого не вспомнит, и он будет только говорить, кроме слов, тогда будет штрафом, да. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а массовые были случаи, когда там грузовичок загрузили, чтобы... Массовых у нас не было, к счастью. Хорошо. Теперь такой вопрос. Все-таки искусственная елка или настоящая? Вот вы говорите, есть питомник. То есть, по идее, даже если деревья специально выращиваются, да, но вроде как все равно же их вырубать приходится. А искусственные сейчас, смотрите, в магазине научились уже делать почти как настоящие. Осталось только как-то запах имитировать, даже такие уже есть. И, в общем-то, и не надо выращивать. Или все-таки это еще немножко бизнес? Ну, вы знаете, для меня, как для человека, наверное, новогодняя традиция с детства. У меня не было, у нас не было искусственных елок. И для меня новогодний праздник без настоящей елки, не новогодний праздник. А как, конечно, для сотрудника, для лесника, как вы сказали, да, для меня, я уже давно себе выбор сделал и купил искусственную домой. Понятно. То есть, вас борется два... Да, во мне, к сожалению, у меня, у нас дома, мы сделали, мы живем, я живу в собственном доме с родителями, у нас во дворе растет замечательная живая елочка, которую мы каждый год наряжаем, а дом у меня стоит искусственная. Вот такая вот история. Ну, выбор между искусственной и настоящей, это, конечно же, выбор всегда самого человека. Но сейчас первая часть нашего разговора завершается, во второй немножко вообще более общо поговорим о проблемах, связанных с лесом. Тут, мне кажется, еще и о мусоре можно поговорить, и вообще о вылупке каких-то деревьев. Давайте узнаем, что происходит, воспользуемся вашим присутствием. Так что через небольшую паузу Борис Кузнецов, директор виноградовского филиала ГКУ «Мосфоболлес», опять будет гостем в студии программы «Открытый диалог». Напоминаю, что эта программа «Открытый диалог», и сегодня у нас в гостях Борис Кузнецов, директор виноградовского филиала ГКУ «Мосфоболлес». Борис, мы поговорили в первой части о новогодних елках, и еще раз попытались убедить наших телезрителей, что не нужно испытывать судьбу, не нужно брать топорик и идти рубить лесную красавицу. Сейчас много способов, да, либо искусственную елку выбрать, либо приобрести ту, которая, правда, их много есть. Кстати, вот тут как у лесника еще я совсем забыл один вопрос. Вот есть же елка, вот подобно нашей студии, это же не ель, это похоже на сосну, ну искусственную я имею в виду, а есть именно елка, да, она маленькая, с маленькими совсем. Она очень быстро осыпается. Лучше, конечно, наверное, сосну ставить дома, она подольше стоит. На самом деле, тут главное не шокировать дерево. Она осыпается потому, что, грубо говоря, вот в этом году она осыпаться не должна, потому что на улице хорошая плюсовая погода. А если мы с 40-градусного мороза дерево резко переносим в плюсовую комнату температуру, тогда она будет очень быстро осыпаться. А как правильно вот в песок елку ставить? Тут это особо не влияет. Мы рекомендуем, если на улице очень холодно, перенести ее сначала куда-то в подъезд или в какое-то помещение. Постепенно. Да, постепенно, чтобы не было вот этого теплового шока для дерева. Как, кстати, и для техники. Да, как и для техники. И потихоньку сначала, если вы ее купили на улице сильный мороз, занесите ее в подъезд на лестничную клетку, пусть она там постоит, отойдет. Потом занесите ее домой, поставьте, нарядите, следите за тем, чтобы была вода. Теперь такой вопрос. А вода? Ну, если или песок сырой, или была вода. А, песок тогда сырой. Песок должен быть обязательно сырой, он высыхает, доливать водой. Вот. В принципе, все нехитрые правила. Тогда она у вас будет долго стоять. И сосна, и елка, в принципе, одинаково. Понятно. Еще такой вопрос. А если человек приобретет, ну, сейчас, мне кажется, этого уже почти нет, но мы же можем предположить, да, какой-то там полустихийный рынок, где-то вот как у нас продают, например, омывающую жидкость, да, на трассах, никак не могут решить этот вопрос. И непонятно, что туда люди заливают, и автомобиль гробят, и свое здоровье от этих паров тоже гробят. Ну, если кто-то, например, будет продавать где-нибудь на трассе эти же елки, да, какие-то вот незаконные, человек, который приобретает эту елку вот с рук, он несет какую-то ответственность? Вот он, например, купил елку, да, едет, вы его останавливаете, откуда у вас елка? А вы говорите, а я вот купил там. Ну, тяжело сказать. Видите, какой окази, вы придумали? Нет, окази, вы придумали, то, что у человека будет проведена проверка, это точно. То, что это будет определенный хлопот для человека лишний, это точно. То, что ему что-то грозит, наверное, все-таки нет. Потому что, ну, добросовестный человек к Новому году. Но я призываю всех подумать, когда вы покупаете, и просить документы для паровоза, чтобы предновогодними праздниками не пришлось никому заниматься оправданием своей невиновности. Хорошо. Давайте поговорим вообще о лесных наших проблемах, потому что, вот вы говорили, да, собственный дом, многие люди, даже некоторые покупают на несколько семей домик, где большое пространство, или, например, домик, где рядом лес. Если то, что рядом приусадебное, это вроде как твое, ну, или вот арендованное, а лес-то он уже вроде как общий. И вот они идут в лес, там разводят, может быть, костер какой-то, зимние шашлыки, тем более, опять же, если погода будет теплой, наверняка кто-то будет этим заниматься. Вот понятно, что здесь все ясно, что нужно быть аккуратными, и так далее, и тому подобное. Во многих странах, там, где много туристов, да, там уже места специальные, да и у нас тут пытаются потихонечку перейти к этому. И все-таки, что прежде всего нужно учитывать людям, которые немножечко на подпитии могут прийти в лес, какой опасностью это может грозить? Ну, опасность, если он подопьет и что-то не то сделает, это одна опасность. У нас опасность другая. У нас основная, главный враг леса, я считаю, что это человек на самом деле. И все, что с ним связано. Это главный вот вредитель в лесу на сегодняшний день. К сожалению, это, к сожалению, даже не жук типа Пуров, а человек. К сожалению, это так. Вот, если в среднем по Московской области у нас рекреационная нагрузка приходится на один гектар леса 18 человек, то где-то в Люберецком районе, я думаю, что человек около 50. Это что значит? Рекреационная нагрузка. То есть это сколько, это, грубо говоря, показатель, сколько человек, соотношение количества людей и количества гектар леса, которые посещают это, количество человек, посещающих это гектар леса. Понимаете, в чем дело? Понял. Поэтому, сами представьте, 50 человек... Как густонаселенный лес получается. Да, это очень густонаселенный лес. Очень много проблем, связанных с мусором из-за этого. То есть граждане приходят в лес. Погуляли. Погуляли. Отметили. Погуляли, отметили. Разбросали бутылки, разбросали мусор, разбросали... Все, что могли, все разбросали. Все, что могли, все разбросали. Соответственно, лес постепенно превращается в помойку. А чистить его, к сожалению, порой даже невозможно приходится. Кроме этого, граждане ножичек пометали в дерево. Дерево потом засохло. Ну, не сразу. Там один пометал, второй, третий. Потом вот по Малахвике, когда идешь, очень много деревьев. Они все истырканы. Все вот с такими большими ранами. Сосна, она, конечно, затягивается. Но сами видите, что там творится. Поэтому я, опять же, никого не пугаю. Но предостерегаю. У нас есть санитарные правила в лесу. Так. Из-за разбрасывания мусора предусмотрена серьезная ответственность. А как это происходит? Вот, например, люди выходят в эту открытую зону леса. Значит, вот раскладываются там. Ну, начинается праздник. И вот вы приезжаете. Что вы можете им предъявить? Вы знаете, тут происходит очень часто даже не так. У нас, во-первых, есть патрули. У нас есть фотоловушки и так далее. Не буду повторяться. Мы производим патрулирование и дежурство. Очень часто бывает, когда граждане уже после пикников, например, они аккуратно собрали и выкинули это в кусты. То есть, вроде бы как... Да, вроде как и собрали, но им вот лень до контейнера нести, они это выкинули в кусты. Честно говоря, мы таких граждан ловим. И ловим часто. Потом второй момент, когда мы приезжаем, граждане сидят. Одно дело, это пикник, аккуратно все. Другое дело, пьяная компания. И все, что со стола, там грязная посуда, она сразу летит в кусты. Это тоже очень хорошо сразу видно. Ну, зимой у нас такой практики нету пока что. Хотя сейчас вот под вопросом к новогодним праздникам такая погода, скорее всего, будет. А вообще летом мы очень сильно патрулируем все выходные и праздничные. Хорошо, вот вы подходите, я просто, да, к компании, которые, ну, средний вариант, там, подпейте, но ведут себя уже немножечко, да, так агрессивно. А как вот они, ну, кто вы, с полицией это где-то, какой-то рейд совместный? Ну, у нас совместные рейды, да, и без полиции подходим. Если люди начинают себя вести агрессивно, у нас происходит фотофиксация, и мы вызываем наряд полиции сразу. Это уже идет по линии полиции, да? Да. У нас есть соглашение взаимодействий, у нас закреплены ответственные дежурные от органов МВД, которые с нами работают, да, участковые, которые с нами работают, находятся на связи. А вот скажите, да, распитие спиртных напитков и вообще вот разведение армии, это даже в лесу. Распитие спиртных напитков, это больше к полиции, мы этим не занимаемся. Но не имеют права люди так вот по большому счету? Ну, распитие спиртных напитков в общественном месте, за это штрафуют сотрудники полиции. А лес это общественное место? Лес это общественное место все-таки, да, за это штрафуют сотрудники полиции, которые ходят с нами в рейд. Это раз. Второе, разведение костра. Значит, в условиях пожарного режима разведение костра это нарушение статьи 8.32 и в зависимости от ущерба и от времени, то есть это либо просто нарушение правил пожарной безопасности, либо нарушение в условиях особого противопожарного режима, это разная ответственность. Если в условиях особого противопожарного режима, то за костер в лесу можно получить штраф до 5000 рублей. Но при этом я хочу сказать, что не за любой костер. Можно разводить костер в любом лесу, но надо соблюдать ряд правил простых. Нельзя разводить костер в хвойных молодняках. Нельзя разводить костер под кронами хвойных и лиственных деревьев. Надо разводить костер, должен быть разведен на открытой площадке. И должен быть сделана простейшая минполоса. То есть он должен быть по кругу оканавлен обыкновенной минполосой, любой лопаткой, еще чем-то. И тогда можно спокойно разводить костер и отдыхать. То же самое касается мангалов, самоваров. У нас есть случаи, есть фотографии, когда люди ставили самовар на шишках. Снизу из-под дувала самовара на траву вылетал огонь и уходил пожар в лес. Кошмар. Скажите, пожалуйста, все равно же люди думают, что они идут в лес, никто их не заметит и так далее. Но если, например, они ведут себя не агрессивно, то есть вы подъехали, они все убрали, то есть их может миновать сия учеба? Мы люди, которые, вы знаете, все-таки большинство людей, они порядочные, с ними приятно общаться. И мы благодарны таким людям, они нам помогают. Да, мы подъезжаем, объясняем правила пожарной безопасности. Особенно если это дети, если это, знаете, как, ведь большинство рейдов идут по выходным. Ну да. По выходным это два категории лиц. Либо в основном, конечно, это семьи с детьми. Либо какие-то компании. Да, мы подъезжаем, если люди нормально отдыхают, у них костер, мы сотрудники лесной охраны, мы даем даже, если нет лопаты, мы даже даем лопаты, чтобы копать костер. Проводим разъяснительную работу, фотографируемся, даем, у нас есть агитационный материал для детей и так далее. И уезжаем. За одной агитацией. Да, и уезжаем, и уезжаем. И многие из этих людей становятся нашими друзьями постоянными, то есть обмениваемся телефонами. И особенно если люди живут рядом, нам потом очень часто звонят по каким-то проблемам или когда какие-то нехорошие там компании появляются, начинаются массовые нарушения, да. А другое дело, когда люди, мы проезжаем, делаем замечания, там определенные, которые можно сразу устранить, но люди на это никак не реагируют, начинают грубить, хамить. Ну это понятно. Тогда, к сожалению, приходится работать. По другому разговору. Да, приходится работать. У нас совсем мало времени, все-таки последний вопрос задам уже совсем на другую тему. Люди, которые живут возле леса, вот я так и не понял, они могут сегодня каким-то валежником пользоваться, какими-то упавшими деревьями или опять что-то там с них штраф возьмут? Нет, у нас есть закон Российской Федерации, есть закон Московской области, разрешающий брать валежник. Ограничение только одно. Ограничение это касается того, что этот валежник можно брать и использовать эту древесину для личного пользования. То есть если вы хотите... Не для продажи. Если только дров и их продать на рынке, то это нельзя сделать. А если вы хотите для себя что-то сделать, то можно. Но при этом, понимаете, если вы хотите взять какое-то упавшее дерево, и вам надо спилить два стоячих дерева, то этого делать тоже нельзя. Это будет нарушение. А так... То есть дружба 2 не пойдет? Нет, пила, если вы раскоряжуете валежник, чтобы его удобнее было вытащить, бога ради. Да, а если вы себе пропилите дорогу, чтобы забрать этот валежник, то это уже нельзя. Хорошо. Грибники достают вам каких-то проблем? Да, грибники у нас проблем как-то кого не создают. Единственное, у нас появилось такое понятие, как потеряшки. Это грибники, которые пошли в лес, заблудились, потерялись. Мы с ними работаем, работаем плотно. Они звонят в службу спасения 112. Там дают нам какие-то ориентиры, где зашли, примерно, где находятся. Мы по биллингу начинаем понимать, и их выводим. Это единственная проблема, которую... То есть вы превращаетесь в того лесника, за которым народ выходит из леса. Да, да, да. Вот такая работа. Такая работа. Спасибо вам большое. Понятно, что за 30 минут мы не можем очень многие вопросы обсудить, но мы поняли одно, что елочку рубить не нужно. Достаточно найти в магазине, либо поставить искусственно. Ну и второе, аккуратно себя вести в лесу и в новогоднее время, и в любое другое. Я думаю, что все мы любим отдыхать в лесу по-разному, но тем не менее нужно ощущать, что все-таки лес... Мы должны быть для леса скорее другом, чем недругом. Ну и, конечно же, лес по-прежнему не любит неадекватного к себе отношения, поэтому заблудиться можно и трезвому, и в зимнее время, наверное, это еще опаснее. Поэтому всегда должен быть при вас телефон, и все-таки иногда изучайте номера, куда звонить, если что-то произошло с вами, или вдруг где-то ваши дети в лесу исчезли, или родственники. Правильно я говорю? Правильно. У нас в студии был Борис Кузнецов, директор виноградовского филиала ГКУ Мособллес. Вас с новым 2020 годом. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»